Музыка Аллилуйя, блядь! Всем привет, мы снова обозреваем кругляши в телеграм-каналах футбольных блогеров Ржем над них, обсуждаем, ну и веселимся Фидос недавно сказал, что кругляши это полный отстой в телеграм-каналах Да, блядь, какие... Я за вас их отсматриваю, все показываю интересное, мы над этим смеемся Сегодня за камерой находится Данечка Монтирует это все Айдарчик, не чай в кадре Погнали, сразу чтобы было веселое настроение у этого выпуска Показываю вам Антона Дыбу из телеграм-канала «Вокруг денег» Короче, торжественно, ну не торжественно, конечно, но обещаю, больше я не пью Ну это очень плохо Пить это самое мерзкое, бесполезное, что есть в мире И как показывает практика Ни к чему хорошему она не приводит Но в этот раз меня спас... Короче, меня в этот раз без приключений Спокойненько посадили меня на поезд, ребятушки Отдельное спасибо Папену и Темке не чаю Ну, просто представьте, насколько прекрасен проект «Авка Деньги» Что он может изменить даже такого человека, как Антона Дыбу Антон Дыба без сценария говорит, что пить это плохо Что, блядь? Кстати, недавно вышел челлендж на канале «Футбольный клуб Деньги» Там Стас боролся в пенальти-челлендже против Дыбы Как раз-таки они спорили, если Дыба выигрывает пенальти-челлендж То он имеет право в день матча выпивать пивко в раздевалке Хе-хе-хе-хе, понял Если выигрывает Стас, не имеет права Не понял Дыба выиграл, но в итоге отказался Ну, я сразу говорю, что пить перед играми я отказываюсь Ну... Серьезно? Да Что происходит с этим миром? Дважды человек отказывается от алкоголя Человек, являющийся амбассадором алкоголя Все Ты был избранником! Покажется, что Дыба снимает себя лежа Потому что сзади него находится лежачий матрас Но потом, если приглядеться, оказывается, что Дыба сидит Но сзади него находится матрас, который прислонен к стене Где логика? То есть Дыба настолько себя хорошо знает, что он, ну, понимает Что в любой момент он может прилечь спать Даже на стену Ну вообще, давайте посмотрим на вратарей футбольного комьюнити Фидос у Амкала Миша Фантомас у Броуков Дыба у Эвкаденек Ну это же главные люди, которые... Ммм... С алкоголем на ты Дебил, блядь! Говори, блядь! Че ты дебил? Че ты кричишь? Ну а в целом, что им еще делать? Они находятся в воротах И не факт, что до них мяч вообще дойдет за один тайм Естественно, нужно согреваться, как-то себя развлекать Но они вот и выбивают Единственный вратарь в футбольном медиа комьюнити, который, ну, нон-стопом находится в движении и в действии Это вратарь Матч ТВ Если посмотреть статистику Медиалиги, то за 6 матчей он пропустил 26 вроде мячей Ха-ха-ха! У меня ноль на счету! Дорогие друзья, пока вы смотрите и наслаждаетесь данным контентом Я радуюсь и наслаждаюсь, что у меня всегда есть в помощниках мой друг и легальный партнер Перибет Он всегда меня поддерживает, он полностью легален И самое главное, что он может тебе добавить больше удовольствия от спорта Нет, спортивных занятий от просмотра спортивных мероприятий И еще самое главное, множество спортивных мероприятий Хоккей, футбол, киберспорт, драки, UFC Со всем этим ты можешь увеличить интерес через Перибет Ну и, естественно, чтобы не просто ты наслаждался на сайте Перибет Ты можешь зарегистрироваться на их сайте по ссылке в закрепленном комментарии И получить фрибет в 1000 рублей Напоминаю, ссылка в закрепленном комментарии Передвигаемся в телеграм-канал Тудротс Естественно, главная тема прошлой недели была ссора Петрушки и Фантика Вот это все, да, вы уже все это хорошо знаете Раздевалка Перед матчем с Наспорте в раздевалка Тудротс Ты ему во снах снился, он понял, он меня пьяный Граб, что Петрушки передашь? Что там к дворям? Граб, что Петрушки расскажем? Петрушки наглого, оденем Он сегодня эту Петрушку съест, как на закуску Брат, скалываешь, скалываешь Блять Блять Все, больше ничего не надо Вот как кажется, ты смотришь видос Ну вот прям вот типичные дроты Они вот что-то говорят Вот какой-то набор слов Атмосфера, настроение Имбаппе Но он в этом бизнесе вообще Вот этих всех речей Находится уже 5-6 лет Я не знаю И все равно удивляет Блять Еще один есть кругляш Который точно дополнит всю картину Так, что скажешь про текилу? Петрушку? Да Братан, не знаю Мне кажется, он меча даже не получит Этому матчу Там солян у нас, дудай Текила Нет Текила Нет Ну это чисто, мне кажется Какой-то советский лозунг Когда вот это Предлагают человеку выпить А он такой Нет Выпьешь? Текила Нет То же самое Это должен был сказать краб На дне рождения Мбаппе Тогда бы, может быть, от Биг Смоука Не пахло бы блевотиной Реально? Реально Ну и продолжая тему Биг Смоука Биг Смоук, видимо, осознал все свои проблемы И как он праздновал день рождения Мбаппе И уже в этом кругляше Через неделю Он понимает, что нужно закусывать петрушкой Он сегодня эту петрушку съест как на закуску Реально? Реально Броуки Самое время обсудить броуки Телеграм-канал Броуков Телеграм-канал Едим Спорт То есть Егорова Но все равно главный герой остается Райзен Я нашел в жизни баланс Победы придут Мы броуки Нас не сломать Самое главное, что Ну, бывает же такое Когда у тебя большая борода Наверное, ты так делаешь Ты экспериментируешь Там, оставляешь вот такую спаньолку Но потом сразу сбриваешь Прикол в том, что Райзен оставил это Теперь я окончательно понимаю Смысл фразы Мы броуки, нам похуй Мы броуки Нам похуй Как мы выглядим? Все, ребят Я принял кардинальные меры Отмолчивался долго И понял Все дело в бороде было С усами попрет команда Мы броуки Нам похуй Ну, блин Реально Мы сейчас посмотрели С вами два кругляша Два видоса И Ну, хотелось В каждый момент Чтобы Райзен В какой-то момент Посмотрел бы в камеру И сказал Все больше и больше С этой прической С этим мустащем Становятся больше и больше Понятны фразы броуков Вот, например Долго думали люди На кого больше похож Райзен На Фредди Меркери Пабло Эскобара Халк Хоган И, кстати Админы паблика ВК Ничай Тоже считают, что это Халк Хоган У нас есть мемчик Что он реально похож на Халка Хогана И в целом Он действительно похож на Халк Хоган Потому что Сразу понимаешь Смысл фразы Давыдова Мы сядем вам на лицо Как сесть на лицо? Ну, как Красиво В конце буква О, блядь Хотя, может быть Это обещанный трансфер Виталия Дьякова Который он всегда говорил Что он подвезет игроков И вот подвез Эктора Бильярина Пожалуйста Из Бетиса Ну, или, возможно Проход этой кошки Перед дверью Ознаменует, что Райзен с этими усиками Становится грозой Всех кисок Так, ну а теперь Немножко милоты У нас, мне кажется Никогда не было В этом формате Каких-то милых моментов Поэтому мы сейчас Переходим в телеграм-канал Лехи Гасилина Газгольдер лайф Там он гуляет Со своей дочкой и женой Ай, как хорошо Ульяна 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 Ульяна, привет, привет Давай Вроде бы обычный кругляш Ничего особо тут не поймешь И вывода не сделаешь Но нет Мы-то с вами уже существуем Какой-то пятый выпуск Поэтому мы можем Находить скрытый смысл Например, вот дочка Не подходит к Лехе Гасилину А идет к фонтану Что это значит? Ну, что Ульяна Дочка Лехи Понимает, что ее отец Не фонтан Ну вообще Учитывая, сколько сейчас Леха проводит Времени в Москве С Амкалом А он живет в Петербурге То неудивительно Что дочка его Просто не узнает Он выглядит Как обычный папа Который по ошибке Сейчас пришел Не к тому ребенку Ульяна Привет Ну нет На самом деле Сразу же можно понять Что Ульяна Это дочь своего отца Мы прекрасно уже видели Леху Гасилина На футбольном поле Который прекрасно Обходит защитников А тут мы видим Как Ульяна Прекрасно обходит Сначала отца Потом обыгрывает маму И бежит к фонтану Ну и естественно Я не могу не вспомнить Младшего брата Лехи Толю И просто Сейчас я окончательно понял Что Ну Толя получается Дядя Ульяны Получается Толя Это дядя Толик Парикмахер Дядя Толик Подстриги меня под ноли Так А теперь смотрим Момент из Медиалиги Который разошелся В телеграм-каналах Как защитники На спорте Пытаются Объяснить Судье Что произошла травма Я не понимаю Что они говорят Я не понимаю Я не понимаю Парикмахер Кто-то русский учит Поэтому Ну вообще Неудивительно Просто Если приглядеться Судья полностью В черной форме И Ну возможно Защитники Просто не поняли Что на суде Это форма Вообще Мне еще очень нравится Что К игроку Получившему травму Выбегает врач Просто С какой-то С дамской сумочкой Как она может Его вылечить Мицеллярной водой Своей красотой Косметичкой Чем Когда ты будешь Тренером Ты поймешь Ну на самом деле Я хочу обратиться К товарищу судье Который переживает Что не понимает Игроков на поле Товарищ судье Не переживайте Игроков на спорте Никто не понимает Уже в течение года Я нахуй здесь не нужен Ты понимаешь? К теме того Что игроков на спорте Не понимает Никто уже год Действительно Видимо дело На спорте Или в форме На спорте Ты как-то Автоматически Становишься Непонятым Потому что Вот например Игрок Броков Общается С Толян Тут особо Шуток не будет Просто Очень понравился Кругляш Хочу с вами Поделиться Чего тебе надо Там? Ну Общаюсь С бывшим С бывшим Общаешься? Да Точно с бывшим Да Не с новым Нет С бывшим Брат С бывшим А почему нельзя? Я думал Только бывший есть А Бляд Ну Бляд Я не русский Поймите Поймите Я не русский Я не Девушка Продолжаем смотреть Забавные моменты С медиалиги Которые расходятся По телеграм-каналам Футбольных блогеров И мы сейчас Увидим момент Как вратарь Матч ТВ Получает травму На бровке Будучи Разминающимся В общем-то Да тут Дмитрий Шатохин Шатохин Уникальный голкипер Который Разминаясь На бровке Умудрился получить Травму Судя по всему Великая команда Матч ТВ Не, ну в целом Учитывая, что Я уже упомянул Сколько В медиалиге Матч ТВ пропускает Возможно Дмитрий Шатохин Вратарь Матч ТВ Посмотрел эту статистику И подумал Ну его нахуй Ай, меня снайпнули В полете Ну в целом Это реально Отличный лайфхак И мне кажется Это единственная Возможность Для вратарей Матч ТВ Оставаться сухими В матче На медиалиге Ты куда ползешь? Я в Российскую Федерацию Ну и опять-таки Давайте вспомним Теорию Про вратарей Вопиох В футбольном комьюнити Возможно То, как он Уползает После травмы Опять-таки Подчеркивает Теорию Что Нет-нет Да не только Дыба Выпивает Пивко В раздевалке Кто ты? Я барс Ребята Я желаю вам Чтобы мы Друг друга понимали И мы Друг другу Не были Никогда Бывшими Поэтому Обязательно Оставайтесь Подписанными На этот канал Ставьте лайки И мне очень нравится Что у нас есть Теперь такой формат Где мы Наедине Друг с другом Можем поржать Над нашими Любимыми Футбольными Блогерами Всем спасибо На сегодня это все Всем пока